Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новое видео. Добро пожаловать! Как вы знаете из названия, сегодня мы с вами продолжим разговаривать о трендах. Сегодня у нас с вами вторая часть видео о трендах. Всегда каждый сезон, в целом, я снимаю эти ролики и всегда делю их на две части. Первая — это тренды одежды. Оно выходило на канале буквально перед этим видео. И сегодня мы поговорим про аксессуары. Обувь, сумки, украшения, какие-то детали в образе, в общем, все то. Все эти важные мелочи, которые делают образ более интересным, дают ему изюминку, привлекают внимание, цепляют взгляд. В общем, будет интересно. Я расскажу основные тренды в аксессуарах. В целом, их много, но я взяла, как и всегда, ключевые, самые, на мой взгляд, жизнеспособные. Поэтому давайте вдохновляться и давайте начинать! Первый тренд, с которого я хочу начать, будет о сумках, потому что сумки — это моя любовь и страсть. Я их коллекционирую, люблю, собираю, покупаю, выбираю и так далее. И, конечно, мне хочется начать именно с сумочного тренда. Но, наверное, именно этот тренд пройдет лично мимо меня, потому что в наступающем весенне-летнем сезоне у нас с вами будут актуальны сумки Макси. Огромные сумки. Кто из вас интересуется модой, следит за ней хотя бы года 4, 3-4 примерно так, то вы застали эпизод, когда у нас в тренде были микросумки. Сначала это были мини-сумки, а потом они постепенно все больше и больше уменьшались, становились все микроскопичнее, вообще абсолютно практически нефункциональными. Были потому что сумочки Жак Мюс, я думаю, практически всем известные, дошли до размера, когда в них, наверное, монетку, знаете, 5-рублевую разве что можно было бы положить. И все на этом. То есть это был чисто уже аксессуар такой же, как колье, например, который вы могли носить, или браслет и так далее. Но, как и всегда, мода, она с одной стороны циклична, с другой стороны ее порой качает вот как маятник. От одной иногда крайности она постепенно переходит к другой. Золотая середина плюс-минус актуальна всегда, а вот тренды, они часто бывают очень-очень разные. И сейчас у нас актуальны сумки Макси, огромные шоперы, баулы, даже не знаю, как их еще назвать. В общем, сумки очень большие. Это, конечно, радость для тех, кто в поисках таких сумок всегда, и в предыдущие годы это было сделать сложно. Те девушки, которые носят с собой ноутбук, документы, сменную обувь, воду, косметику, книги, что еще кто берет, я не знаю. Я обычно ношу с собой телефон и ключи, но помаду еще, может быть, на этом практически все. В общем, если вы любительница взять полжизни с собой, то этот тренд, конечно, для вас. Следующий тренд, перейдем от сумок к другому ключевому аксессуару каждого образа, без которого ни один образ не обходится, разве что максимально пляжный, это обувь. То, что касается тренда в обуви, будет у нас с вами два тренда. Ну, один он прям про обувь, а второй очень тесно с ней связан. И первый тренд это тренд на, вы знаете, в целом необычную обувь, но в большей, по большей части на необычные каблуки. Каблуки и платформы, фантазийные, разных форм, из необычных материалов, вогнутые, выгнутые, блестящие, деревянные, металлические, шипастые, гладкие, сферические. Наоборот, острая геометрия, какие-то кубы и так далее. Чем необычнее каблук на вашей обуви, тем моднее она обещает быть. Рюмочки вот эти все, мартиницы и так далее, пожалуйста, это тоже можно. Тут, знаете, если постараться отследить, откуда пришел этот тренд и как вообще он начинал пробиваться, то есть два бренда, которые у нас делают такую обувь с интересным каблуком или вообще интересную обувь. Обувь с каблуком по форме как мартиница, причем как вниз, так иногда и вверх, но в основном вниз, это, конечно, Амина Муади. И я вам поставлю рядом картиночку, и эти босоножки, они уже не первый сезон хит. Есть еще один хитовый по этому стилю, подобию, это Макен Мак или Начин Мяч. Я вот сколько наблюдаю за этим брендом на разных ресурсах. И англоязычные блоги, и русскоязычные по-разному называют этот бренд. Пишется он одинаково для всех, читают его все по-разному. Я не знаю, как читается он правильно, девочки, честно, мне не удалось найти эту информацию от первоисточника. В общем, в любом случае, речь сейчас не о нем, речь о бренде Амина Муади. И о бренде, конечно же, Loewe. Loewe, для которого создает украшения, аксессуары и одежду дизайнер J.W. Андерсон. У него тоже очень креативная собственная линейка. Но обувь Loewe, я думаю, что многим из вас может быть знакома, потому что это те самые босоножки, у которых каблук может быть в виде помады или как будто каблуком раздавили яйцо и так далее. Тоже рядом с собой показываю картиночки. Но в этом сезоне в целом фантазийный каблук у нас актуален. И еще сюда же отнесу, это правда не про каблуки, но просто не хочу это выделять как отдельный тренд. Это уж слишком экстравагантно, но хочу вам показать, чтобы вы вдохновились. Это в целом необычная обувь, декорированная обувь. Причем декорированные, девочки, чем угодно. Это могут быть бусины, стразы, перья, мех, бахрома, клепки какие-то, опять же шипы, пайетки. Просто тотальный полет фантазии, буйство, я бы сказала, фантазии. Это тоже встречалось на подиуме, но это действительно очень экстравагантно. И поскольку в начале видео я сказала, что отобрала наиболее жизнеспособные тренды, то я выделяю как тренд все-таки фантазийный каблук. Двигаемся дальше. И следующий обувной тренд, у меня здесь блокнот мой с аналитикой записи, вам его возможно чуть-чуть видно. Следующий почти обувной тренд, это не совсем про обувь, но с ней связано. Многим мне понравится, это тренд на носки с обувью. Причем самые разные носки, самые разные обуви. Это могут быть вот прям грубые такие теплые, толстые, вязаные носки с лоферами, например. Это могут быть какие-нибудь гипюровые носочки тоненькие, изящные или с люрексом блестящие, с босоножками. Вот тут я прям чувствую, слышу этот стон девушек, которым не нравится, сочетание носков с открытой обувью. Но, девочки, такого было достаточно много. Вы видите примеры, я показываю их по экрану, поэтому тренд есть. И я бы даже сказала, что в этом сезоне он более активен, чем был когда-либо до этого. Это вроде как не ново и не свежо. Уже у нас были с вами носки с обувью, им, наверное, не один сезон, но в этот раз их много. Поэтому уже можно выделить это не как тренд пятиминутка или там тренд маленького сезона. Я думаю, что этого будет достаточно много, по крайней мере, на стритстайле. Посмотрим, что будет в реальной жизни, в реальных городах. Будут ли это носить девушки, но я уверена, что модницы точно будут. Еще один из трендов будет касаться незаменимого летом аксессуара. И это, конечно же, шляпа. Вот, знаете, сейчас говорю эту фразу и понимаю, что еще один незаменимый аксессуар – это солнцезащитные очки летом. Но как-то в этом сезоне, удивительно, в прошлых были тренды прям подиумные на очки. Вот эти, знаете, опять лирическое отступление. Очки такие мухи вытянутые, как Баленсиага их показал. В этом сезоне как-то нет, не особо что-то есть новое, необычное или прям вот привлекающее внимание или массовое. Поэтому носим те же очки, которые у нас были. А вот шляпы, девочки, в этом сезоне у нас с вами очень активную роль играет, потому что у нас актуальны большие шляпы. Они могут быть большими в самых разных плоскостях, скажем так. То есть это может быть шляпа с широкими горизонтальными полями, с широкими и очень широкими горизонтальными полями. Это может быть шляпа с широкими полями, но мягкой формы. Знаете, такая а-ля Панама, но только эти поля широкие. У Панама они довольно маленькие, небольшие. А тут прям как такой грибочек будет спускаться. В общем, разные необычные шляпы показали нам на подиуме. Шляпа это на самом деле действительно важный аксессуар летом. Помимо того, что она делает образ необычным, стильным, изюминку ему добавляет, естественно, шляпа это действительно важный аксессуар. Особенно если вы живете там, где солнце очень активное или отправляетесь в отпуск, где солнце будет очень активным, не забывайте про головные уборы. И желательно именно широкополые шляпы, чтобы вам не напекло головушку, чтобы у вас не было пигментации на лице, чтобы не старела кожа лица, декольте, шеи и так далее. Широкополые шляпы это еще и практически косметический элемент нашего с вами гардероба. И немножко противоположно шляпам, но противоположно по температурному режиму, знаете, потому что шляпы, особенно вот эти вот широкополые, какие-нибудь из мягкого льна, плотного мешковины или тем более соломенные, мы с вами носим прям летом-летом, у нас сезон весна-лето, он очень широкий и разнообразный. Эти шляпы мы носим, конечно, летом или в отпуске, но есть еще один аксессуарный тренд, который у нас как раз-таки больше относится к весне, тренд классный, интересный, тут зависит от того, есть ли вам с чем носить, потому что речь идет о высоких перчатках. Их было много на разных показах на подиуме, и они были сами по себе очень разные от каких-то более массивных, брутальных, из лаковой кожи или просто из толстой такой грубой кожи и в целом свободной посадки, когда перчатка не как вторая кожа у вас садится по руке, а она достаточно широкая и свободная, знаете, как у сапог бывает свободное голенище, так и, конечно, более аккуратные женственные перчаточки, но все высокие. И тут есть нюанс, в целом это классный аксессуар для вечернего выхода. Вопрос только в практичности, что, конечно, для вечернего выхода мы не будем выбирать кожаные перчатки или виниловые какие-то, потому что вам будет жарко, если вы будете в помещении, поэтому должно быть что-то кружевное, гипюровое и так далее. Либо, если у вас есть верхняя одежда с укороченными рукавами, или это может быть, например, какая-нибудь классная жилетка, не меховая, и вы, например, надеваете свитер и заправляете рукава свитеров уже в широкие свободные перчатки, образ может быть супер стильным, поэтому это жизнеспособный тренд, мы его можем с вами носить. Единственная сложность, если вы, как и я, много пользуетесь телефоном, который реагирует только на наши пальчики, а не все эти перчатки, я бы сказала, мало какие из них адаптированы к тачскрину, то тут будет небольшая техническая сложность, потому что каждый раз нужно будет снимать вот эту вот всю прекрасную моду со своих рук, чтобы ответить кому-нибудь на сообщение. Ну и еще один из трендов на сегодня, наступающего, наступившего, ну знаете, по погоде как будто еще только наступающего, весенне-летнего сезона. Мы поговорим с вами про украшения, конечно же. Я не могла не поговорить про украшения, потому что вы знаете, что я их очень люблю. Я часто с вами делюсь своими находками. Я практически не один свой образ, даже если это не образ для контента, это не образ для YouTube или моих других соцсетей, ссылки на которые вы можете найти в инфобоксе «Давайте дружить везде». В общем, я ношу украшения всегда, везде, просто потому что мне так нравится, я люблю. И тренд украшений в наступающем сезоне, в наступившем, это крупные украшения. Снова они с нами. Мне даже хочется сказать, что вот крупные украшения, наверное, практически-то и не уходили с арены. Если, допустим, микросумки, с чего мы начали это видео, были, ушли, сейчас пришли крупные украшения, то как мы 4 года назад, 3 года назад начали носить с вами массивные цепи, так мы плюс-минус и продолжаем это делать. Как у нас были крупные серьги, если это вам идет, если это вам нравится, мы продолжаем их носить. Сейчас украшения на подиуме, по крайней мере, приобретают уже даже гипертрофированный, такой прям очень увеличенный размер и объем. Это могут быть очень массивные бусы. Не только цепи, но и бусы из других каких-то материалов. То есть не только металл, могут быть стразы, например, или какие-то природные бусины из этно-стиля, допустим, что-то. Потому что этот стиль тоже существует, кто-то его носит, кому-то он идет. Либо это могут быть пайетки и так далее. Вариантов очень много. Серьги крупные, да. Какие-то броши, кольца, браслеты, да. Все в большом объеме, больших размеров мы носим. И вот что я как раз чуть-чуть мельком пыталась сказать, какую мысль зацепить, что за прошедшие 4 примерно года, а уже, наверное, даже чуть больше будет скоро, я не помню, чтобы у нас в тренд, прям вот в массовую моду входили изящные украшения, какие-то тоненькие. Они есть, очень круто, но это тренд не подиумный. Тут есть тоже такой момент, есть жизненные тренды, тренды, которые задают трендсеттеры реальные люди. It Girls и так далее, фэшенисты, фэшен-инфлюенсеры по всему миру. Это был тренд, если мы говорим про украшения, на тонкие колечки. И они до сих пор актуальны. Их можно носить по одному на каждом пальце, по нескольку рядышком или на разных фалангах. Это нам принес не подиум. Это просто жизнь, то, что смотрится актуально, если вы не любите вот эти вот все объемы, массы, украшения и так далее. Если вам это не идет, возможно, у вас очень тонкие черты лица, и вы за такими огромными украшениями просто теряетесь. Но, если говорить про подиум, вот на подиуме у нас все время очень много украшений, очень массивных. Это интересно, при том, что одежда самая разная. И есть она супер лаконичная в одном и том же бренде, может быть минималистичная одежда. Например, если взять Saint Laurent, у них шикарнейшие коллекции, одна за другой. И там могут быть абсолютно минималистичные пальто, платья, блузки, костюмы и так далее. Но при этом будут вот такие браслеты. Вот так вот у нас с вами обстоят дела в секторе аксессуаров, обувь, сумки, какие-то мелочи, которыми мы дополняем свои образы. Я надеюсь, что вам было интересно, что вы вдохновились этой информацией, потому что всегда для меня лично просмотр подиумов, а я всегда отсматриваю все основные коллекции, ключевых домов мод самостоятельно, когда готовлю для вас эти ролики. И для меня это всегда огромный заряд вдохновения на новые образы, на новые сочетания цветов, вещей. И иногда после таких видео, например, или в моем случае после просмотра подиумов, я по-новому смотрю даже на свой гардероб, на те вещи, которые у меня уже есть. И я вижу им новое применение, какие-то новые сочетания. Не всегда, не со всеми вещами такой опыт и эксперимент может сработать, но такое бывает. Поэтому смотреть ролики о трендах не просто полезно, если вы хотите им следовать, но и полезно, если вы просто хотите где-то найти еще дополнительный источник вдохновения, идей и творчества. Спасибо вам большое за внимание, девочки. Мы с вами прощаемся на этом. Я надеюсь, что вы приятно провели со мной время. Если это так, то я буду вам очень признательна за пальчик вверх. Напишите в комментариях, какой из трендов вам откликается больше всего, и вы готовы потенциально его носить. А мы увидимся совсем скоро в новых видео на канале. Чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь. Берегите себя. Пока!